Славься, Господь! В будущей вечной жизни хочется успеть все в этом мире, в этой жизни, достигнуть какого-то карьерного роста, успеха в делах, создать семью, обустроить свой быт, и так, чтобы это было не хуже, чем у других, куда-то съездить, попутешествовать и так далее и тому подобное. Поэтому желаний нету конца. Наше око часто бывает вообще завистливо и хочет все, что только увидит. Но умение сдерживать себя, оно важно в любом возрасте и особенно в юности. Недаром псалмопевец царь Давид в одном и самом псалме говорит, Господи, не помяни грехи юности мои я. Да, в юности из-за беспечности мы часто совершаем те ошибки, иногда трагические, за которые приходится иногда расплачиваться всю свою дальнейшую жизнь. Я уже говорил в прошлой передаче о том, что иногда можно услышать, что, мол, вот юность – это не время для молитвы, для духовного делания, хождения в храм Божий. Мол, вот в старости всем этим и нужно заниматься. Я уже сказал о том, что, а будет ли это старость у человека. А еще хотелось бы добавить другое. Если мы с вами в самой юности грешим, забываем Бога, отличаемся духовной, душевной холодностью, сердечным окаменением и грех прилагаем ко греху, неужели в старости мы захотим исправиться? Чем больше мы измазываемся в грязи, тем к старости эта грязь все больше и больше въедается в наши морщины. И отскоблить ее потом с нашей души, эту духовную грязь, становится очень и очень сложно. И это не пустые слова. Как священник я вижу постоянно людей очень преклонного возраста, которые занимаются чем угодно, сидят на лавочках около дома, занимаются пересудами, пустой болтовней, играют в карты или в какие-то другие азартные игры, выпивают, но только не идут в храм Божий. И делать-то нечего. И храм-то у нас сейчас находится в шаговой доступности. А все равно ноги-то уже не идут. Как в одной юмористической передаче было сказано хлестко и жестко. Копыта-то не пускают. Да, именно так можно сказать. Потому что все это становится частью жизни, и мы уже не мыслим себя, к сожалению, без каких-то развлечений и вот этой духовной расслабленности. Мы становимся игрушками в лапах бесовских. А вот если бы с юности мы навыкли бы к духовному деланию, к посещению храма, то это стало бы и потребностью в более зрелом возрасте. Есть прекрасный рассказ из жития великого святого преподобного Макария, которого церковь так именует великим за свои богоугодные дела, за свою благочестивую жизнь, за те дары благодатные, которые Господь ему дал. И он повествует о том, что в свое время, когда он жил в скиту, к нему приходят двое юношей, родные братья. Они обращаются к нему. Где Келия Аввы Макария? Он говорит, а зачем? Мы хотим с ним поговорить и пообщаться. Он говорит, Макарий, это я. Тогда они делают земной поклон перед ним и просятся, чтобы он принял в число учеников своих. Он, глядя на этих молодых людей, видит, что они явно из богатого рода, изнежены во многом и наверняка не справятся с тяжелой отшельнической жизнью монахов. И говорит, что нет, я вас не приму. Видя, как они опечалены, и один из них тогда произносит, что ж, пойдем тогда в другое место и там попробуем поступить в братство монашеское. Макарий начинает думать, зачем гоню их? Необходимо испытать, ведь возможно, что сам Бог привел их ко мне. И тогда говорит, вот вам пещера, ее нужно расширить, то есть выдолбить с тем, чтобы вы могли в ней жить, сделать из веток подобие входа двери и в ней можете жить. Один из них спрашивает, а чем монахи занимаются? Макарий отвечает, что плетут корзины, берет ветви и показывает, как это сделать. И вот он говорит, я наблюдаю, что братья занялись трудом, я велел принести им хлеба, соли. Они подготовили себе эту пещеру и стали заниматься тем же, чем и другие его ученики, плести корзины, которые относились на рынок и на эти вырученные деньги сия община и жила. И вот в течение трех лет он видит, что братья в полном молчании приходят по воскресным и праздничным дням на общее богослужение, причащаются святых христовых тайн и также молча уходят и не приходят к нему на беседу. Макарий очень удивился. К нему уже тогда приходили издалека за духовными советами, многие хотели пообщаться. Эти же живя невдалеке не приходят. И тогда он решил сам навестить их с тем, чтобы понять, как устроено их житие, как проводят они время и самое главное, как преуспели в этом умном духовном делании. Придя к ним и сотворив молитву при входе в пещеру, услышав аминь, он вошел, и он увидел, что они занимаются плетением корзин. Младший брат молча принес перед ним три ломтя хлеба и чистой ключевой воды. Макарий велел им же разделить трапезу. Они молча послушались и все после молитвы поели то, что у них было. После этого они, помолившись, спросили, что уже вечер, и останется ли он у них ночевать или возвратиться к себе. Макарий решил остаться у них. Ему была предложена рогожа, и все трое легли спать. Макарий сделал вид, что он уснул, но на самом деле он решил увидеть, как же проведут ночь братья. И вдруг за полночь он увидел, как они встали на молитву. Припоявшись, они воздели руки к небу и стали молиться молча. При этом он видел, что во время молитвы бесы, как мухи, пытались сесть и на уста, и на глаза этих братьев. Но ангел с горящим мечом отгонял их от молящихся. Незадолго до рассвета братья легли спать, но тут уже встал Макарий, и они стали с ним снова. Они спросили, не хочет ли он с ними петь псалмы, и он согласился. И когда он стал петь, он увидел, чего же достигли братья. У младшего из уст во время молитвы исходила как бы горящая свеча и поднималась до неба, а из уст старшего огненный столб, который также поднимался до неба. Макарий понял, что Господь даровал им силу молитвы. Тогда он после этой молитвы просил, чтобы они молились за него, благословил их и покинул. А через некоторое время узнал, что сначала умер старший брат, а через три дня и младший. Господь прославил их и призвал к себе в Царствие Небесное. Вот жизнь юношей благочестивых. Кто-то может сказать, что да когда это было, и возможно ли сейчас. Да, времена изменились, но и сейчас люди иногда оставляют и бизнес, и какие-то серьезные профессии, в которых преуспели и становятся монахами в обительах, и всю свою жизнь полагают на служение Богу и Церкви Православной. А можно и жить в миру, иметь семью, воспитывать детей, работать и строить даже карьеру, но при этом быть благочестивым христианином. Пропалывая в себе плевелы греховные внутри своей души, стараясь утром и вечером совершать молитву, помнить заповедь о седьмом дне и посещать воскресный день храм Божий с тем, чтобы исповедоваться и причаститься, и получить благословение на новую неделю. И тем самым тоже человек достигнет спасения. Каждому ведь Господь дает свою меру. Нужно просто хотеть быть с Богом, и Господь будет в нашей жизни. Аминь. Славься Бог, Славься Бог, Славься Бог.